Здравствуйте! Спасибо огромное, что вы к нам присоединились. Я знаю, как вам тяжело. Если бы мог, я вот просто подошёл бы, пожал бы вам руку. Но мои слова соболезнования, я знаю, что вам очень сложно, и в том числе сложно говорить. Спасибо за то, что вы с нами в прямом эфире. Скажите, а в современной России это преступление, в принципе, может быть раскрыто? Я очень надеюсь, искренне верен, и более того, я убеждён, что рано или поздно исполнители, главное заказчики этого преступления, обязательно окажутся на скамье подсудимых и за решёткой. Но, откровенно говоря, с трудом верится в то, что это произойдёт до тех пор, пока в России не сменится власть. У меня нет никакой уверенности в том, что российская власть заинтересована в объективном, настоящем расследовании убийства моего товарища. Нас, конечно, очень неприятно поразило, что расследование по горячим следам не дало практически никаких результатов, несмотря на то, что Бориса застрелили, наверное, в самом охраняемом месте нашей страны. Буквально в 100 метрах от Кремля, где каждый сантиметр просматривается камерами видеонаблюдения, убийцы беспрепятственно покинули место события. И до сих пор мало что известно, мало какие подробности известны. Однако я уверен, что рано или поздно придёт момент, когда эти люди окажутся на скамье подсудимых и понесут заслуженное наказание. Илья, скажите, что вы думаете, что вы предполагаете, какова ваша версия? Потому что, ну, то, что здесь в Украине обсуждают, что, в частности, гибель Бориса Немцова могла быть связана и с его желанием разобраться в украинских событиях. Вы знаете, я абсолютно убеждён, что гибель Немцова связана с его политической оппозиционной деятельностью. Борис был абсолютно добродушным человеком, у него не было никакого бизнеса в последние годы. И все версии, которые там сегодня фигурируют в российской прессе по поводу его личной жизни, по поводу денег, это всё абсолютная спекуляция. Я убеждён, что это политическое заказное убийство, которое преследует цель запугать ту часть российского общества, которая не согласна с политикой, проводимой в России Владимиром Путином. И кто бы ни осуществил это убийство, кто бы ни нажал на курок, я не сомневаюсь, что политическая ответственность лежит на руководстве нашей страны. И лично на Владимире Путине, потому что именно эти люди, именно Владимир Путин, все последние годы создавали атмосферу ненависти, разжигали агрессию в отношении накомыслящих, в отношении несогласных, в отношении лично Бориса Немцова и таких, как Борис Немцов. В конце концов, именно эта ненависть им материализовалась в пуле, которые пробили голову, грудь, сердце моего друга. Спасибо вам огромное, что присоединились к нам и мои самые искренние соболезнования. Спасибо.